Из моих четверых детей у двоих рано диагностировали расстройство аутистического спектра. Они сейчас уже большие, им всем больше 10 лет, младшему 12. И на тот момент в России почти не было ничего для постоянной помощи таким детям. Конечно, мы начали искать, что можно сделать. И так как я не только социальный педагог, ветеринарный врач, я еще специалист в сфере управления, для меня стало очевидно, что построить эту систему можно снизу. То есть нужно создавать работающие модели, опробировать их с учетом требований людей, с учетом того, что нужно детям, с учетом того, как это воспринимают люди, как это помогает им. И тогда снизу, именно двигая инициативу, можно действительно помочь всем детям в России. Ну вот что мы и делаем на сегодняшний день. Почему мне нравится фонд «Я особенный», и мы его именно выбрали с мужем, потому что здесь я могу получать помощь, и моя семья, и мой ребенок, не выходя из дома. Нам предоставили поведенческого куратора, и она занимается с нами онлайн. Нам прописали индивидуальную программу именно под Артемой, которая каждый месяц обновляется. Мы тестируем Артем, мы смотрим, как, что, корректируем. Мы видим динамику развития ребенка. Мы каждую неделю с ней встречаемся онлайн. Я посылаю видео занятий, рассказываю все проблемы, которые нас интересуют. Это бытовые, поведенческие проблемы, все остальное. Нам на дом приходит тренер ПЛФК, реабилитолог. Она проводит с ним комплексные упражнения. Именно тоже диагностика Артема была проведена, что надо с ним работать, прорабатывать. Делает также на массаж, который очень важен. Один плюс один. Плюс сколько? Два. Один плюс два будет? Три. Умница. Один плюс два будет три. Один из наших важнейших проектов – это «Выход на дом». Это помощь детям в той среде, в которой они живут, в которой они привыкли, и в которой проще всего заложить навыки, которые сами у них не формируются, потому что у них расстройство аутистического спектра. Наши на сегодняшний день 100 специалистов ходят к детям домой и занимаются к ним по специальной программе. Помогает им достаточно интенсивно. Это по несколько часов в неделю. Это может быть 7 или 10 часов. Постоянно детей поддерживают поведенческие аналитики. Это те специалисты, которые курируют выполнение этой программы. И таким образом мы, в общем-то, одни из немногих в России, которые реализовали механизм, уже продуманный федеральным законом, социальное обслуживание на дому, когда человек максимально получает ту помощь, которую он может получить, и эта помощь для него максимально эффективна. В фонде работает большое количество специалистов. Это как дефектологи, локпеды, которые мы привыкли с вами слышать, также нейропсихологи, специалисты по арт-терапии, по поведенческой коррекции. В общем, очень большое количество специалистов. И под каждого ребенка индивидуально подбирается свой набор специалистов, которые будут с данным ребенком работать. При этом учитываются его индивидуальные особенности, индивидуальные возможности и пути дальнейшего развития. Ребенок находится в привычной для него обстановке. То есть дома, стены родные, как говорится, и развитие идет значительно быстрее. Ребенок спокойный, то есть он знакомится со специалистом у себя дома. Больше ему доверяет, соответственно, и работа дальнейшая идет и проще, легче и быстрее. Этот год мы плотно провели с работой фонд «Я особенный». То есть после того, как у нас прошло ПМПК, нам порекомендовали несколько организаций, которые могут заниматься такими детками. И мы обратились в «Я особенный». И это было самое лучшее, что с нами случилось за это время. Когда мы стали работать с специалистами фонда, конечно, у нас стала появляться какая-то положительная динамика. То есть буквально с июня к нам пришел психолог, который нейропсихологией занимается с детками. И у нас пошли первые успехи. То есть у нас наладилась коммуникация, небольшая, но она появилась. Подключился логопед, дефектолог, поведенческий аналитик, терапист. На очередном осмотре у психиатра, вот на прошлой неделе, у участкового она была так удивлена, решила, что у нас, наши результаты, это двухлетние работы. Вот, я сказала, нет, это всего лишь год. Она была так приятно удивлена. Ну, и надо сказать, что я тоже была очень удивлена этому, потому что так вот в обычной жизни не замечаешь вот этого всего. Когда выходишь в люди, то видишь вот этот вот прогресс. То есть что было и что стало. Это не может не радовать, потому что для нас любой шаг – это большая победа. Наша миссия – создание поддерживающей, развивающей среды вокруг каждого ребенка с расстройством аутистического спектра в России. Конечно, это самый важный наш проект.